В рамках предыдущей лекции Ольга рассказывала вам про такое понятие, как выборочная дисперсия. Выборочная дисперсия позволяет нам посчитать разброс значений в выборке относительно среднего значения в выборке. Выборочная дисперсия, напомню, рассчитывается следующим образом. И выборочная дисперсия у нас бывает двух видов. Смещенная, это когда мы делим на n, то есть на объем выборки, и несмещенная, когда мы делим на n-1. Казалось бы, разница выглядит совершенно незначительной, делить на n, либо на n-1. Но сегодня мы как раз поговорим про то, что лучше всегда пользоваться именно несмещенной дисперсией, так как она намного точнее. И для примера мы будем использовать все тот же игральный кубик. Напомню, у нас есть случайный эксперимент с подбрасыванием кубика. У нас есть шесть граней. Функции вероятности у нас выглядят следующим образом. То есть у нас вероятность выпадения каждой грани равна 1,6. И, соответственно, для начала можем посчитать истинное математическое ожидание данной случайной величины по формуле, которую мы рассматривали в рамках предыдущих лекций. Математическое ожидание у нас получилось равным 3,5. И можем посчитать дисперсию. Также по уже изученной нами формуле дисперсия у нас получилась равная примерно 2,91. Теперь что мы будем делать? Мы будем моделировать данные, как будто мы действительно подбрасывали кубик. Будем моделировать данные для выборок разных объемов. И по полученным выборкам считать смещенную дисперсию и несмещенную дисперсию. Результаты будем усреднять, чтобы избежать случайных ошибок. И будем смотреть, какая из этих оценок дает нам большую точность. Ну, например, мы брали выборки объемом равным 10, читали смещенную и несмещенную дисперсию, так усредняли где-то тысячу раз. И вот что у нас получилось для выборок от 10 до 100. Ну, в таблице не очень информативно, давайте посмотрим, что у нас получилось на графике. Как мы видим, смещенная дисперсия с ростом объема выборок постепенно приближается к истинному значению. Но даже на выборках объема 100 она еще оказывается достаточно далеко. Тогда как наша несмещенная дисперсия уже на малых выборках объема 10 оказывается достаточно близкой к истинному значению. И ее разброс очень сильно уменьшается с ростом объема выборок. Поэтому, казалось бы, такая мелочь делить на n либо на n-1, но всегда делите на n-1. Продолжение следует...